В последние 7 лет власть поменялась, здесь президент поменялся, третий президент. И все декларируют на самом разном уровне. До российского президента и межправительственной комиссии эти вопросы поднимались относительно продажи недвижимости иностранцам. Какова все-таки позиция руководства Абхазии сейчас? То есть в той политической ситуации, неважно, повторюсь, хотелось бы немножко над этим подняться. Будет ли этот закон приниматься? Если будет, то когда, в каком виде, какое у вас к этому отношение? Потому что без этого инвестиционный климат, ну, глобально, если не брать конкретные проекты, достаточно сложно будет реализовывать. Я так понимаю, это вопрос ко мне, да? Да, конечно. Это на самом деле, Никита Олегович, очень актуальный вопрос и вопрос такой на злобу дня. Но я вам еще раз хочу сказать, вопрос продажи недвижимости, это вопрос для нас, для абхазов, да? Очень серьезный с точки зрения ментального осознания этого вопроса. Здесь нельзя руководствоваться только экономическими категориями, понимаете? Я понимаю, когда вы занимаетесь, там, как эксперт вопросами экономики, экономические вопросы, они, как бы, у вас в первую очередь возникают, и правильно, это вы профессионал, эксперт. Но у нас небольшое общество, все-таки эти вопросы для нас, они еще пока болезненны. Почему? Объясню. Потому что Абхазия, она не так давно пережила войну. А война, в принципе, она началась, на мой взгляд, я немного молод, и тогда был еще ребенком, но я свое могу восприятие, как гражданина, не как сейчас представитель власти. На тот период, когда началась война, в Абхазии проживало 570, свыше 500 тысяч человек. Из них абхазов, это тот этнос, который ведет эту страну тысячелетия, было меньшинство. И это меньшинство, в какой-то момент, тому большинству, стало казаться, что с этим меньшинством можно вообще не считаться. И вообще не ставить никак их ни в какие. Я вам хочу рассказать из опыта конкретных жизней, историй моего там дедушки и того. Вы знаете, элементарно доступ к высшему образованию был закрыт. Перемещение внутри страны, я имею в виду сейчас регистрация, прописка и так далее. Это была целенаправленная политика, я понимаю. Но все это, в мое понимание, сложилось из-за того, что мы здесь, на своей земле, были в меньшинстве. Теперь говорим о продаже недвижимости. Если расценивать недвижимость как товарную единицу, учитывая покупательную способность нашего внутреннего населения, она довольно низкая в силу ряда объективных обстоятельств. Открывать бесконтрольно, без каких-либо ограничений доступ других граждан к приобретению здесь недвижимости мы себе позволить не можем.